Приветствую всех! Нам кажется, что русские классические усадьбы с их роскошной отделкой безнадежно ушли в прошлое и никакого отношения к современному деревянному, тем более, домостроению не имеют. На самом деле это не так. И в сегодняшнем видео я покажу вам несколько приемов, которые помогут нам сделать ваш дом уютнее, красивее и даже практичнее. С вами Бурьяна Анастасия, ведущий дизайнер компании Покров. Усадьба Братцева построена в стиле русского классицизма с паладианскими элементами. Это такая итальянская загородная вилла для комфортной, шикарной жизни дворянских семей за городом. Почему мы говорим о таком шикарном дворце, хотя занимаемся деревянными комбинированными домами? Дело в том, что это реально сохранившийся усадебный дом, в котором веками жили наши предки. И это были люди, которые реально умели пользоваться своей землей, реально умели на ней выстроить усадебный образ жизни и создать уникальную атмосферу, поколение за поколением взращивая эту красоту, парки, сады, свой дом. Поэтому есть множество приемов, которые мы можем позаимствовать для абсолютно любого дома из любого материала. И сегодня на примере моего любимого фильма «Барышня-крестьянка», в котором оживает эта усадьба в своей золотой эпохе, мы разберем эти несколько приемов. Дом построен для помещика Строганова. По преданию, это был сам Воронихин, крепостной архитектор, который построил собор казанский в Санкт-Петербурге. Это был серьезный специалист, он работал в стиле итальянской школы, это итальянское веяние, в усадьбе очень заметно. Дом спроектирован в виде креста с выступающими эркерами, он построен из основательных каменных блоков, от штукатуры. Из деревянного там, пожалуй, только мансарды и столярные изделия. Сейчас мы подробнее разберем некоторые приемы, которые сможем использовать для себя. Во-первых, сам проект в виде креста – это очень классическая такая форма, которая использовалась во все времена, и она отлично подходит и для деревянного домостроения. Ее с успехом использовали наши заказчики в усадьбе Струнино. Это очень гармоничная форма для христиан, она имеет особенное значение, но и в практическом бытовом смысле она удобна. Основная прямоугольная часть дома пересекается более короткой, и это могут быть какие-то пристройки или эркеры. Дом получается красивый и просторный. Во-вторых, в доме есть башенка с куполом стеклянным. Это очень хорошо видно в фильме, когда главная героиня убегает от разоблачившей шутку жениха все выше и выше, поднимается под этот купол. Наверху такой получается столб света, который падает до самого низа, и создает такое удивительное пространство, очень светлое. Получается, что у вас в доме кусочек неба такое есть. И на самом деле для деревянного дома этот прием вполне возможен, особенно для конструкции постбим. Если мы проектируем восьмигранные сложные крыши, если мы делаем столбы какие-то, делаем восьмигранники или пристраиваем башенку сбоку от дома, то вполне можно себе позволить вот такую красивую башню со столбом света. Не обязательно все в доме должно иметь сугубо бытовой практический смысл. Есть такие места, которые просто должны вас вдохновлять. В данном случае, например, в том же Струнино пристроена совсем маленькая декоративная башенка, и она создает удивительную, очаровательную атмосферу в детской спальне, и без этой башенки домик был бы простым, совсем другим. Поэтому такие элементы, даже простое мансардное окно в крыше, которое дает столб света сверху, их можно и нужно использовать для того, чтобы вы просто радовались, и у вас было в доме больше света и пространства, чтобы это вдохновляло вас каждый день. Интерьер усадьбы, конечно, абсолютно дворцовый. Роспись под штукатурки, шикарная лепнина, всякие дорогие элементы в отделке. Как мы можем использовать этот интерьер, используя для себя? Пожалуйста, обратите внимание на высоту окон и дверей. Это очень важный момент, который нами практически утерян в период особенно советского строительства хрущевок, и сейчас мы постепенно возвращаемся к нему и понимаем, насколько ценны вот эти вот элементы. Да, за высокие двери вы переплатите, но если вы сделаете дверь не 2,10-2,20, а 2,40 или лучше 2,60, вы получите абсолютно измененное пространство дома. Высота дверей всем известно, что поднимает, естественно, уровень потолка визуально. Помимо всего прочего, если эти двери будут двухстворчатые, вы откроете из одного помещения в другую такую дверь, то у вас появится двойное пространство, то есть одна комната превратится в... одна маленькая превратится в одну большую, благодаря тому, что две комнаты как бы через пространство этой высокой двери практически не будут иметь перегородки. То же самое касается высоты и формата окон. Не нужно этого бояться. Современное оконное производство позволяет недорого заказать нестандартные окна. И площадь стен также стоит денег, поэтому, в принципе, не важно, чем вы заполните вот это пространство, но если вы выбираете большие окна с хорошей высотой, вы обогащаете облик своего дома, делаете пространство комнаты гораздо более светлым и для психологического состояния, и для физического. Это очень важно. Много света и какие-то красивые фактурные формы, которые делают дом необычным. Как любой хороший дворянский дом или даже квартира, усадьба спроектирована по принципу анфилат. То есть одно помещение перетекает в другое, все помещения располагаются вдоль окон. Мы, опять же, видим это в знаменитых кадрах, где барышня бежит, открывая одну дверь за другой. И удивительно, то, о чем я говорила, как маленькое пространство одной комнаты превращается в расширенное пространство из нескольких комнат, которые ничем не отворожены, потому что двери высокие и широкие. Этот принцип можно и нужно использовать, если он удобен конкретно. Мы использовали его в проекте «Ясно», где мы из прихожей вдоль окон попадаем в большую гостиную и далее через арку попадаем в кухню. Вдоль стен идут окна, помещения очень светлые. Если двери закрываются, то мы получаем более приватное помещение. И при этом у нас есть очень большое широкое пространство открытое, в котором можно устроить прием, детский праздник и чувствовать себя комфортно даже большой компанией. Что касается дизайнерских решений, мы многое можем позаимствовать. Это, конечно, небольшие зеркала, которые украшают и расширяют пространство, и обилие столярных произведений искусства практически в виде мебели, которые становятся не просто утилитарным предметом, а украшением. И наличие обязательно большого обеденного стола с хорошим освещением от окна, где может собраться вся семья, и какие-то музыкальные инструменты, любые другие предметы, которые используются в семье и которые могут стать украшением любого праздника. Также моим любимым элементом в этом доме является эркерная пристройка. Она возведена из деревянных рам с широким остеплением. Это зимний сад, в котором главная героиня качается на качелях, в котором стоит очень много цветов. И я просто мечтаю создать такой проект тоже для какого-нибудь нашего заказчика, потому что в наших широтах зимний сад, пристроенный к дому, это возможность проводить свое время на свету, практически как будто бы на свежем воздухе, при этом находиться в тепле среди живых растений. Мне кажется, для нас это очень актуально, это забытая такая традиция, забытая роскошь, которую нужно возрождать. Многие сейчас вместо зимнего сада делают в доме бассейн или сауну с стеклянной крышей, с большим количеством света. В принципе, это тоже такой актуальный вариант, который раньше просто технически не был доступен нашим дорогим дворянам. Но зимний сад – это вдохновение для души, так что в качестве проектного решения я готова это воплотить. Удобство быта в доме определяется качеством планировочных решений. Ну, в Братцево, разумеется, планировали все со знанием дела. Как и любой большой дом, усадьба разделена на парадные, приватные и хозяйственные части. В фильме мы это прекрасно видим. Гости поднимаются на шикарное крыльцо, их принимают в парадном входе с широкими и высокими дверьми. Всем есть где разместиться, удобно зайти, обниматься, целоваться при встрече. Это здорово, не надо стесняться делать парадный вход в доме шикарным. Надо делать широкие ступени, надо делать красивую широкую дверь. Обязательно позаботиться о широком свесе крыши, чтобы ни снег, ни дождь не попадал на голову, когда гости подъезжают или вы сами приходите домой. А парадный вход – это украшение и лицо дома. Что касается приватной части, в фильме мы тоже видим эти трогательные моменты. У юной девушки есть свои спальные покои, до которых гости добраться не могут. Как правило, они располагаются на втором этаже. Также и прислуга туда попадает по приглашению, она не ходит мимо по коридору. И это очень здорово. В первую очередь, психологически, вы будете чувствовать себя комфортно, если ваши приватные покои, спальни, кабинеты будут располагаться вдали от парадной части дома. В частности, так разработан проект «Карибу». Там из главного холла мы попадаем в парадную часть, большим окном, там же есть кухонная часть. И в левой части, в левом крыле, располагается приватная зона с родительскими спальнями, и вторая приватная зона располагается на втором этаже. Так запросто туда не попасть, только по приглашению. Это абсолютно правильно. Что касается хозяйственных бытовых частей дома, конечно, предыдущие века для хозяйственных нужд требовалось гораздо больше места, и в том числе и для содержания скота, и для каких-то хозяйственных манипуляций тот же амбар занимал гораздо больше места, чем современная холодильная комната. Сейчас мы можем гораздо более компактно расположить все необходимые помещения. Для дома от тысячи квадратных метров, разумеется, стоит сделать отдельный дом. Там может проживать персонал, там могут находиться какие-то зоны хранения и производства. В частности, так мы поступили в нашем проекте «Дом под Истрой». В каком-то случае можно расположить хозяйственную зону в цоколе. Это вариант проекта «Панакс» или проекта «Карибу», который стоит на цоколе, и мы планируем откопать одну стену, чтобы сделать там дополнительный черный вход, и чтобы персонал мог заходить вот с этой части дома, не беспокоя хозяев. Вообще, в доме должно быть несколько выходов, даже в небольшом. Это очень комфортно. Это такой элемент, как два санузла в небольшом доме. Он практически обязателен. И в частности, в Братцево, в усадьбе, есть минимум четыре входа. Два парадных и два черных. И в наших проектах мы стараемся этот элемент обязательно использовать и не менее двух входов делать. Масштаб усадьбы Братцево в современном варианте подойдет для постройки шикарного барского дома, возможно, гостиницы или какого-то охотничьего дома. Конечно, эти размеры для современной семьи среднего достатка будут избыточны. Но те приемы, которые мы рассмотрели в сегодняшнем видео, подойдут абсолютно для любого проекта. Высота окон и дверей, обилие света, разделение на функциональные зоны. Это базовые вещи, которые мы должны использовать при создании дома вашей мечты. Поэтому будем ориентироваться на лучшие образцы русской архитектуры и стремиться к тому, чтобы построить свой самый любимый и красивый дом. С вами была Гурьяна Анастасия. Смотрите наши новые выпуски. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok